Одной из визитных карточек Ирана является изделие ручной работы. Местные мастера многие столетия оттачивали свои навыки, передавая их из поколения в поколение. В редактовом зале Музея истории Казанского университета состоялось открытие международной выставки «Иранские ремесла», посвященной культуре Ирана, стране, чьи представители находятся в отличных отношений с Казанским федеральным университетом и планируют плодотворно их продолжать. Открытие экспозиции посетили генеральный консул Исламской республики Иран в Казани Давуд Мирзахани, проректор по внешним связям вуза Тимирхан Алишев и другие. Директор дирекции музеев Казанского федерального университета Светлана Фролова в своей приветственной речи отметила, что автор музеи выставки стал Тимирхан Алишев. Я хотел бы отдельные слова благодарности истинить уважаемому генеральному консулу господину Мирзахани за поддержку этой инициативы и за то, что вот эти экспонаты, которые мы сегодня видим, были доставлены в Казань и предоставлены Казанскому федеральному университету на время проведения этой выставки, чтобы все могли с этим познакомиться. Действительно, я думаю, здесь есть люди, которые идут с гражданами Ирана, есть те, которые наверняка посещали все время Ирана. Мне тоже посчастливилось несколько раз быть в Иране, в разных городах Ирана, и невозможно вернуться из Ирана и не остаться под впечатлением культуры, под наследие и современного развития Ирана, которое мы наблюдаем. Поэтому это действительно замечательно, и невозможно мне загоряться идеей принести частичку Ирана сюда в Казань. Тимирхан Алишев отметил, что именно в Иране были найдены материалы, описывающие принятие ислама на территории Татарстана. Это, по мнению проректора по внешним связям, стало одним из значимых открытий в истории современных татар. Давуд Мирзахани, в свою очередь, выразил благодарность руководству Казанского федерального университета за содействие в организации выставки, а также надежду на плодотворное сотрудничество в будущем. Он отметил, что в экспозиции будут представлены более ста изделий иранской ручной работы. Выставка не могла бы состояться без активного участия Генерального консульства Ирана, который находится здесь, в Казани. Предметы, представленные на выставке, были привезены из Ирана сюда, в Казань. Они представляют разнообразие современных ремесел. Это все ручная работа. И, как правильно сегодня было сказано на выставке, что человек, невзирая на то мужчина, он или женщина, иранец, даже если он находится на другой планете, он обязательно должен учиться. Кроме того, на выставке представлены экспонаты, привезенные прямиком из Ирана. Они представляют разнообразие современных ремесел и богатую культуру народа. Это подсвечники, лампы, письменные приборы, оформленные в национальном стиле, зеркала и часы, кухонная утварь. На выставке можно познакомиться и с декоративно-прикладным искусством Ирана. Экспозиция богата коврами и рукописными картинами. Эта выставка показывает богатую культуру и цивилизацию, которая возникла несколько столетий тому назад. И традиции, культура, они продолжают сохраняться в современном иранском обществе. Эта традиционная и народная культура, она отражается в предметах, которые окружают ежедневно жителей Ирана. Здесь мы поэтому можем увидеть подсвечники, лампы, письменные приборы, что очень важно для людей, которые занимаются наукой, которые учатся, которые пишут, причастны к такой письменной культуре. Также в соседнем зале, в Музее истории КФУ, состоялась церемония вручения сертификатов о прохождении стажировки, развитии исследовательских и профессиональных компетенций преподавателей вуза в условиях инновационной экономики. Проректор по внешним связям Тимирхан Алишев вручил дипломы представителям Узбекистана. Влада Заврагина, Александр Антонов, Универ, Новости.